Собрание торжественное, победители награждают один за другим. Во Владивостоке назвали шесть лучших предприятий Приморья, чьи руководство с помощью профсоюзов поддерживает своих сотрудников. Несмотря на кризис, несмотря на какие-либо явления, у нас достаточно большое количество предприятий, которые заботятся о своих работниках, которые заключают трудовой договор, которые повышают их квалификацию, выплачивают зарплату, выплатят пациенты по ипотеке, помогают с оздоровлением детей. И это важно, потому что чем защищеннее человек трудится на предприятии, тем самое главное – он защищает стабильность и уверенность в завтрашнем дне. И он спокойно работает. Профсоюзный конкурс проводят уже в четвертый раз. И если в первые годы число участников едва ли доходило до десяти, то сегодня претендентов больше пятидесяти. Тем не менее, в финальный этап вышли только 14 организаций, и лишь половина из них получила дипломы и денежные призы. Примечательно, что первые два места из бюджетной сферы заняли муниципальные организации, детская школа искусств из Большого Камня и Владивостокское предприятие электрических сетей. Я поздравляю всех участников и победителей, потому что, мне кажется, здесь все равно победили все и выигрывали все. Потому что главное, безусловно, это люди, любой организации. Это секрет успеха многих успешных людей, которые говорят, что если у меня заберут все, но останется мой коллектив, то я через несколько лет добьюсь того же или больше. Побеждать в конкурсе профсоюзов могут компании, и большие, и маленькие. Оценивают прежде всего не количество персонала, а то, насколько эффективно люди работают. Высокий балл у тех предприятий, где нет случаев производственного травматизма, и, конечно, вовремя выплачивается зарплата. К слову, именно задержка оплаты труда для рабочих радиоприбора стала поводом для неоднократных митингов. Совпадение это или следствие, но на заводе нет профсоюзной организации. Мы работали субботы, праздники, выходные. Мы работали по 14 часов. Мы осваивали новые производства, новое оборудование. Такого оборудования, могу сказать точно, нету на большинстве предприятий Дальнего Востока. Мы все сделали. Все, что надо для укрепления обороноспособности нашей Родины, которая сказала, что нам надо в это сложное время такое вооружение. Мы все сделали. И, как считают специалисты, в подобных ситуациях, именно у профсоюзов достаточно способов действовать на опережение. Главное, чтобы объединение максимально использовало свои возможности. А для этого важно не просто быть внутри компании, но и соблюдать условия соглашения, заключенного между профсоюзом, работодателем и администрацией Приморского края. Кстати, именно за это конкурсантам присуждали дополнительные баллы. Я уверен, что социальное партнерство, оно будет продолжаться, будет процветать. Во многом это зависит и от власти, и от профсоюзов, и от работодателей. И действительно, та ситуация, к которой мы стремимся, чтобы мы все три партнера понимали друг друга, помогали друг другу, она должна у нас состояться. Насколько это будет удачно, покажет конкурс уже следующего года. Возможно, претендентов на победу станет еще больше. Валерий Белоус, Александр Бартовщук, Новости на Восьмом.